200 человек слушают слушают урок торы и хотят с намерением выполнить волю всевышнего это идеально идеально вообще ситуация и так глава хукат мы подошли к моменту когда когда сделали пепел красной коровы потом а ширина должен был должен был ударить пособ посохом по значит он не должен он должен был сказать скале сказать скорее чтобы пошла вода но он произошла трагическая ошибка произошла трагическая просто ужасная ошибка и мошер а бейну мошер а бейну ударил дважды посохом по скале и бог ему сказал что на твоем уровне это была страшная страшная ошибка и ты не войдешь землю израиля представляете вообще интересно что мы же изучаем под параллельно недельную главу и книгу мишлей двадцать первая глава сегодня 21 июня 21 глава и 21 главе есть отрывок который как раз как раз здесь очень-очень такое к месту там есть такой отрывок что шумер пив вылажено шумер митца митцарот навшо тот кто сохраняет свой рок и свой свой рот и свой язык он сохраняет от неприятности свою душу значит человек в гневе человек в каком-то состоянии там гнева злости раздражения он может наговорить разных-разных неприятных вещей себе например или своим близким или просто людям на улице да он наговорился этих неприятных вещей и что а потом же ему нужно за каждое слово приходит отдача за каждое за каждое действие приходит отдача и чем ты на более высоком уровне чем ты ближе ко всевышнему чем ты находишься в более тесном контакте с источником реальности с источником мироздания с источником всего чем ближе у тебя контакт тем каждое твое действие приносит сразу же результаты поэтому шумер пиво дошено то-то сохраняя свой рот язык сохраняет от неприятности свою душу себя глава 4 отрывок главы хукат рассказывает что ну хорошо машара бы но он был его бог называл эвит ашем раб божий да он был раб божий и что значит раб божий это тот выполняет волю всевышнего о да в одном месте он нарушил он вместо того чтобы сказать скале он ударил бог сказал все ты не зайдешь в землю израиля что продолжает делать машара бы но продолжает служить всевышним он на работе как а есть очень такая впервые вот в первой главе впервые вот есть такой антигнос из сухого он сказал такую мишну такую такую мудрость он сказал так что не будьте как рабы которые служат господину ради получения награды то есть в торе в отношениях с богом не будьте как рабы которые служат ради получения награды а будьте как рабы которые служат не для получения награды и будет страх перед богом на вас Что имеется ввиду? Когда ты выполняешь волю Всевышнего, ты с ним соединяешься Вот, например, идет человек выполнять чей-то приказ Ему приказали, он идет выполнять волю другого человека Он в этот момент с ним соединяется, он его посланец На русском языке это называется «генеральная доверенность» Один другому дал генеральную доверенность и говорит Ты теперь вместо меня можешь подписывать документы Я хочу, чтобы ты вместо меня подписывал документы Ты как я в подписании Теперь в иврите это звучит ипуйкох То есть ты как бы передаешь свою силу Когда человек идет выполнять волю Всевышнего, выполняет его заповедь Он становится посланцем, выразителем воли Всевышнего И в этом деле он соединяется со Всевышним То есть ты выполняешь заповедь Всевышнего, а ты с ним соединяешься Теперь Маше Рабейну был наиболее соединенный со Всевышним человек Пророк, через которого Всевышний разговаривал И когда у него было малейшее отклонение от воли Всевышнего Даже в такой мелочи, как вместо сказать «ударить по скале» Всевышний сказал «все, ты уже в землю Израиля не зайдешь» И послал Маше... Хорошо, Маше продолжает служить Всевышнему И послал Маше ангелов Ангелов Млохим это и ангелы, и посланцы Потому что само слово ангел, да? Ангел Сейчас, секундочку Само слово ангел или посланец Ангел или посланец это слово, что обозначает Ангел это тот, кто выполняет волю Всевышнего Посланец это тот, кто выполняет волю человека Поэтому в Иврите это одно и то же слово И послал Маше млохим это здесь не ангелов, а посланцев Из того места, где они стояли К царю земли, которая называлась Эдом, Красная Значит, и сказала ему Твой брат, Исраэль, да? И ты знаешь, что с нами приключилось, когда мы отсюда вышли Значит, он ему напоминает древнюю традицию Что Яков, который получил имя Исраэль у Всевышнего У него был родной брат, которого звали Эйсав Эйсав, это сделанный переводится И у него было еще одно имя Эдом, Красный Они были, они вместе родились То есть, они были двойняшки Не близнецы, они выглядели абсолютно по-разному И у них была очень сложная история Первый сын, первенец должен был служить Всевышнему Должен был быть священником Значит, Эйсав должен быть священником Он не хотел быть священником Он был воин, убийца Ну, то есть, он очень был такой агрессивный молодой человек И он продал Якову первородство Он сказал, я не хочу быть священником Будь ты священником Яков у него купил право быть первым сыном Священником Потом, когда отец умирал, Ицхак Он хотел благословить, передать благословение на успехи в материальном мире Он хотел передать Эйсаву, первенцу своему Он же не знал, что Эйсав уже продал первородство Мама посказала Якову, чтобы он пришел, переоделся в Эйсава И получилось, что он получил и благословение на материальный мир И купил для этого благословение на духовный мир Быть священником Теперь Эйсав, он его возненавидел, хотел убить Яков убежал на 22 года, его не было Потом он вернулся, они помирились Но, значит, Яков говорит, смотри Наш праотец Авраам получил эту землю На условиях был союз между Богом и Авраамом Что потомство твое 400 лет будет рабами в чужой земле То есть, и они унаследуют землю Значит, Эйсав говорит, слушай, я не хочу быть рабами в чужой земле Мне это не надо Мы сильные, мы сейчас пойдем захватим вот тут рядом земля Мы ее захватим, нам земля Израиля не нужна И Эйсав ушел, чтобы не платить этот долг за землю, быть рабами Теперь возвращается еврейский народ из Египта Подходят они к земле Эдом, которая рядом находится к земле Израиля Там, где сейчас Иордания И он ему говорит, смотри, это твой брат Исраэль Помнишь? Ну, то есть, наши праотцы И, значит, ты знаешь, что с нами произошло Мы заплатили этот долг, мы были в рабстве И наши отцы, он ему дальше в Торе написано И спустились наши отцы в Египет И были очень долго в Египте И очень зло намного делали зла египтяне Нам и нашим праотцам И мы закричали к Богу И услышал он нас голос И послал он своего ангела И вытащил нас из Египта И вот мы сейчас подошли к твоей границе Дай нам пройти Просит пройти просто Он говорит, мы будем за воду платить За еду платить Нашим животным рты закроем, чтобы они не ели ваши поля Дайте нам пройти по дороге, чтобы мы пришли в Израиль Ту землю, за которую мы платили, находясь в рабстве И что вы думаете, сказал ему Эдом И сказал ему Эдом Не пройдете Потому что если пойдете, с мечом мы выйдем против вас Когда Ицхак давал благословение То он Эйсаву дал благословение, что мечом будешь жить А Яков, коль, коль Яков, голосом, молитвой Значит, и вот здесь Эйсав напоминает Потом те Эйсава, вот эти Эдом Напоминает, что мы с мечом вас не пустим То есть мы мечом будем жить То есть наше дело война Мы не пропустим Опять нужно попросить, а говорит Да мы по дороге пойдем Мы не будем заходить на твою землю Дай пройти И сказал ему Лота-авор Не пройдете И вышел Эдом Напротив них Большой армией С сильной рукой И запретил Отказался Эдом Дать Исраэлю пройти По своим границам И Исраэль пошел в обход Пошел в обход Мимо государства Эдом Значит, что мы видим отсюда Кстати, интересно, что дальнейшие хроники Нам рассказывают, есть книга Сыда Родород Что было дальше Потом те Исава Цари государства Эдом Пошли в сторону Потом Они были очень умные То есть Авраам, который соединился со Всевышним И его сын Ицхак И его сын Ишмаэль Ишмаэль это который родоначальник Арабов Они все имели традицию От Авраама И они имели связь со Всевышним На каких-то очень высоких духовных уровнях И Исав тоже То есть они имели какое-то такое особое знание Которое другие народы Другие 70 корневых народов Когда Ноах вышел из Ковчега У него было три сына И от них расселилось 70 корневых народов Таких про, как сказать Архетипы народов Так вот В этих архетипах народов Был Авраам Который своей лично Он был современным языком Там назовем Какое-то слово Которое показывает Ну сверх какую-то духовную силу Маг Например Да его бы Его в то время назвали маг Да Сегодня бы его назвали Не знаю там Экстрасенс Авраам Он Он всю свою жизнь Посвятил тому Чтобы Соединиться со Всевышним Соединился И нашел он путь Вот к этому источнику Всего мироздания Он с ним соединился Бог дал Аврааму То, что называется Благословение Он как бы в него вошел Авраам здесь был В этом мире Он был наиболее близким Вот этим вот Пуповиной Да элементом Соединяющим Материальный мир И духовный Дальше он передал Это благословение Своему сыну Ицхаку Ицхак передал Яакову И Эйсаву И потому что Машер Абейну понимал Что все от Всевышнего Вот был хороший вопрос Почему он Именно не ввязался В бой с Эдомом А Связался с Эмориями Наверное Ответ лежит в том Что Эйсав Все-таки это брат Это был брат его Это было Были какие-то Духовные договоренности Которые Мы сейчас не знаем Но мы видим Что он с ним Воевать не стал Машер Абейну Он от Всевышнего Все делал Он все делал От Всевышнего Ему Бог сказал Не воевать Он не воевал Ему дальше Бог сказал воевать Он воевал То есть Машер Абейну У него жизнь была Очень простая И любой человек Который начинает Изучать Тору Он в принципе Очень сильно Упрощает себе жизнь Он Свои решения Решения Глобальные Да Пути По которым он идет Он перестает Постоянно выдумывать И слушаться Реактивно Других людей Или свои Какие-то желания Сегодня одно Завтра другое Он живет По божественной системе А если ты живешь По божественной системе Так тебе спокойно Тебе реально Внутренне спокойно Ты знаешь Что делать Поэтому Машер Абейну У него жизнь была Спокойная Бог ему сказал Направо Направо Бог сказал Налево Налево Бог сказал Обойти Эдом Он обошел Теперь значит Что мы отсюда Видим Что мы отсюда Видим Что Еще один Очень важный Вот урок Тот что я Сегодня обратил Внимание Что действительно За все Нужно платить Написано В Талмуде В Брахот Что три Подарка Дал Бог Народу Израиля И все три Дал через страдания Земля Израиля Через страдания Четыреста лет Рабства Было Ценой За землю В Израиле Четыреста лет Не было Арабства Четыреста лет Было Двестидесят лет Египетского Рабства А четыреста лет Скитание было Да Потому что Начиная с рождения Ицхака Они все время Жили на чужой земле И всегда скитались То есть Была цена За то Чтобы зайти В землю Израиля Четыреста лет Скитание И поэтому Земля Израиля Это подарок Это место Где духовность Проявлена Максимально сильно И есть возможность Соединиться Со Всевышним На уровне Таком Полуавтоматическом Тут вай-фай такой Сильный вай-фай Здесь Да Духовный Теперь Второй подарок Который получили Через страдания Это была Тора Тора Это Значит Почему Тора Через страдания Написано Что Есть псалом Такой Его читают На пятый день Недели В четверг И там написано Так Что счастлив человек Которого Бог Приводит К торе своей Счастлив человек Которому Бог Дает страдания Чтобы привести Его к торе своей Которая спасет В период бедствия Вот сейчас Например Раф Пинхас Вышецкий Он был рафом Донецка И вот Донецк Он построил Огромную Процветающую общину Но в 2014 году Когда началась Война Донецка Он уехал в Киев С одним чемоданом Все что он строил 20 лет Оно разрушилось Он приехал в Киев И он в Киеве С 2014-2015 года До 22 года Построил Огромную общину Десятки Сотни семей По 500 По 600 человек Собирались На Йом-Типур То есть Огромная община Война Они в субботу Бежали от бомбежек И сейчас Вот как раз Все рассеялись В Израиле Кто где Всем нелегко Потому что Земля Израиля Приобретается Через страдания Но что он говорил Вот последний шаббат Он говорит Вы знаете Те люди Которые раньше В жизни бы не сделали Ни обрезания Не приходили бы учиться Не начали бы соблюдать В момент После вот этого страдания Они стали религиозными Говорит То есть Вот такое духовное пробуждение Которое произошло Из-за страданий Из-за хорошей жизни Не происходило Поэтому счастлив Человек Который приводит Которому Бог Дает страдания Чтобы привести В Акторе Которое спасет В период Больших бедствий Как говорится В падающем самолете Атеистов нет Все молятся Когда Не дай Бог Кто-то заболевает Так мол Из близких Там или сам Молишься так Что просто аж Но бывает Что поздно И вот сегодня Сегодня Поздно Никогда не поздно Молиться Это я неправильно Сказал Поздно Бывает Что тот процесс Который Уже Является Следствием Предыдущих лет Жизни Его уже Остановить нельзя Но молитва И связь с Богом Начинает новый процесс Который Третий подарок Который Бог дал Еврейскому народу Это вечность Вечная жизнь Дер-Хахаим Путь жизни Но что Написано Тохохот-Мусар Нравственные Увещевания Тохохот-Мусар Это моральная дисциплина То есть Прийти к духовности Можно только Через контроль Над материальностью Над животностью Своей Над своими Животными Всеми этими инстинктами Теперь здесь Двадцать первая глава Все Мы переходим К книгам Мишлей Притчи Двадцать первая глава Мы сейчас делаем На сайте Кстати посмотрите Мы делаем Большие-большие усилия Сейчас Чтобы эту книгу Можно было получить В любом городе В любом месте Мы ищем Кстати От двадцати книг Кто заказывает Мы высылаем По Значит Высылаем эти книги И потом можем Ваше место Тоже на сайте Показывать Значит Чтобы люди Могли туда приходить Получать книги Это Самая мудрая книга По жизни Которая только существует И вот Значит Здесь Двадцать первая глава Мы успеваем Разобрать Несколько отрывков За этот утренний урок Потому что В двадцать первой главе Всего Например Тридцать один отрывок Интересно Что все здесь Крутится Тридцать одна глава В каждой главе В среднем Тридцать отрывков Очень удобно Эту книгу изучать То есть Мы за месяц Заканчиваем Тридцать одну главу И со следующего месяца Опять начинаем С первой главы И каждый день Если читать Всю главу Это у вас займет Десять минут Изучать именно Не читать Лучше изучать Найти какой-то отрывок Его выписать И целый день С ним С этим отрывком Прожить Таким образом Через какое-то время Вы перегрузите Себе в мозг Себе в интеллект Мудрость царя Соломона И значит С такой мудростью Можно что угодно Хоть храм строить Хоть семьсот раз Жениться У него семьсот жен было Хоть царь Соломон Был мудрейший из людей Настолько велика была ему мудрость Что он даже понимал Язык птиц Поэтому если вы начнете Понимать язык птиц Не удивляйтесь Хорошо Значит Это глава как раз Про войну Вот многие задают вопрос Вот сейчас Какая ситуация Все Я в этой главе Нашел сейчас Ответы На все вот эти вопросы Что делать Когда война закончится А как А почему Предсказания Я помню Когда началась война У меня есть один Приятель Он военный Бывший военный Он говорит Два дня продлиться Нет До этого До этого был У меня У меня есть еще один Врядель Очень умный Такой Ну нереально Мультимиллионер Реально умнейший Образованный Человек И он мне за неделю До войны Говорит Я тебе говорю У меня связи В госдепартаменте США Там С Трампом С этим Ну то есть Он самая такая Топ-левел Мировых таких людей И он мне говорит Я тебе говорю Вот точно И объясняет Почему Войны не будет Я значит В синагоде В шаббат Говорю Вы знаете Мне такой человек сказал Госдепартамент Трамп Там Все Я говорю Он мне сказал Точно Войны не будет Прямо в субботу Я говорю Следующая суббота Война начинается Начинается война Значит Первые дни Еще у меня есть один знакомый Военный Который такой военный Он мне говорит Послушай Российская армия Вторая в мире Три дня И война закончится Невозможно с ними воевать Это нереально Проходит три дня Я ему говорю Слушай И что Он говорит Ну неделя Ну не может быть Ну я всю жизнь в армии Не может быть Чтобы российская армия Не за неделю Она не дошла до Киева Проходит уже Второй год Идет Он говорит Знаешь Я когда его вижу каждый раз Он говорит Я больше не буду давать прогнозы Я не буду давать прогнозы Все Нет Если бы он учил книгу Куэлит Экклезиаст Там царь Салмон говорит Такую вещь В другой книге В Экклезиасте Я вот сейчас хочу на нее написать Тоже комментарии Делать уроки Он говорит Он говорит так Не узнает человек Что с ним будет С этим человеком С собой Ты не знаешь Что будет Теперь Он даже не знает Что у него сейчас За спиной Если он Про себя не знает Что с ним будет Так что с другими Будет Он вообще Пусть даже Рот не открывает На свои предсказания Потому что То что у него Сейчас за спиной Этого предсказателя Он не знает Он должен спросить У того кто Напротив него стоит Кому он предсказания Свои рассказывает Что будет у него За спиной Но царь Салмон В 21 главе Мишлей Дал нам четкий ответ Когда закончится война Смотрите И что делать Каждому из нас Очень сегодня Прям мне это было Очень интересно Первый отрывок 21 главы Говорит так Палгей майем Лев мэлек Беято шем Значит Как потоки воды Сердце царя В руке бога Аль коляшер Яхпоц И тену Все куда бог Захочет царя Повернуть Он его повернет Значит Это Первый отрывок Что это значит Что цари Они еще больше Под присмотром Всевышнего Те кто На вершине пирамиды Если у обычного Человека Его мысли Это он может думать Все что хочет Но когда он только Начинает говорить Или делать Это уже выходит Под контроль Всевышнего То у царя Его сердце Его мысли Они тоже в руках Всевышнего Поэтому царями Управляет всевышний Вот этой вот Верхушкой пирамиды Это первое Дальше Второй отрывок Коль дэрэх Иш Яшар бэйна В каждый путь Человека Прямо в его глазах Вэто хэн Ли боташэм И проверяет Сердца Бог Значит Человек может думать Все что угодно И все что человек думает Даже он может быть Сумасшедший Маньяк Это все ему кажется Правильным Поэтому слушать людей Лучше не слушать У каждого Брама Своя программа У каждого додика Своя методика У каждого пиника Своя лирика И каждый На своей волне Ему кажется Что он прав Умен И прекрасен Значит Но Бог знает сердца Он знает намерения людей И в принципе Можно не волноваться Вся ситуация Она под контролем У Всевышнего Ну вы спросите А что же с войной Что нам делать Открываем Последние отрывки главы Отрывок номер 30 и 31 Написано так Нет никакой мудрости Нет никакой сообразительности Нет никакого совета Идти против Бога То есть против Бога Не попрешь Ничего То есть есть потоки И человек в своей личной жизни Должен проявлять Мудрость Сообразительность Слушать советы В личной жизни Но когда идут Общественные процессы Мы попадаем В какую-то Совершенно более Глубокую Систему Которая Возможно Является Следствием Чего-то Что было Сотни лет назад Или тысячи лет назад Как мы видим А у нас Мечи есть Тоже мы Имеем право Маша говорит Все Разворачиваемся Уходим То есть ему Приготовлен К дню войны Приготовлен к дню войны Прям видите Есть слово Война Конь приготовлен То есть можно готовить Коней Танки Ракеты А от Бога Спасение Так как войны Это не Частный момент Это Общественные Это мир То есть пошли Процессы Какие-то Конверные Такие То в этот момент Размышлять Какими-то Своими Человеческими Критериями Оно не работает То есть война Закончится Тогда Когда Всевышний Решит Что она Закончится Мы Можем Сколько угодно Пытаться Понять Тех людей Которые Принимают Решения Мы не Поймем И я думаю Что и они Сами не Поймут Те решения Которые Они Принимают Потому что Сердца Царей В руках Всевышнего То есть Идут Какие-то Большие Процессы Я в этот Момент Вспоминаю Очень сильно Вспоминаю Одну Значит Я читал Когда-то Биографию Фридс Пёрлс Фридс Пёрлс Он был Основатель Диштальтерапии Ну и так далее В общем Он в 30-е годы Жил по-моему В Вене В 30-е годы Он жил В Вене И Когда начались Пришли фашисты К власти Начались гонения Он сказал Я уезжаю Я здесь не буду жить Ему говорили Те люди Которые были Умнее его Старше его Да ну как Да ну зачем Да все будет нормально Все Он говорит Нет Я вот Я чувствую Здесь опасность Меня ничего Не остановит От того Чтобы уйти От этой опасности Он ушел Переехал в ЮАР В ЮАР Очень разбогател В Америку И так далее То есть Фридс Пёрлс Стал Очень прожил Большую жизнь Вся его семья Которая с ним Не уехала Все погибли Теперь В В частной жизни Мы должны Применять Естественно Свой ум Свой ум И все Но мы должны Понимать Что большой Процесс Общественный Мы не можем Его качнуть Это как Здесь принимать Участие В этом процессе Это как Комар Который Толкает Поезд То есть Мы живем Сейчас в эпоху Огромных Огромных Изменений Невероятных Изменений Мир меняется Это надо понять Значит Какая у нас Есть полная Свобода И там Где мы можем Каждый из нас Может преуспеть Это связь Со всевышним Учиться Молиться Добрые дела И Вот За счет Этой связи Со всевышним Значит Можно Можно Как говорится Царь Давид Говорил Гамки Даже если я буду Идти Долиной смерти Не случится Со мной Никакого Зла Потому что Ты со мной Я с тобой То есть У нас есть Возможность Как Ноах Он ушел В ковчег Тева Это как Слово Слово На иврите Тева Это ящик И тева Это слово И он ушел В слово Божье То есть Он соединился Со всевышним И всевышний Тогда Он будет Тот кто Ботех Башем Тот кто Уверен в Боге Его будет окружать Со всех сторон Хесет Милосердие Все дорогие друзья Мы хорошо поучились Запишите свои инсайты Запишите то Что вы поняли Осознали И На сайте Мишлей Все больше Больше адресов Где можно заказать Книгу Можно получить Книгу 20 книг В своем Городе В своем регионе Чтобы все начали Изучать Мишлей Притчи царя Соломона Молиться Всевышнему И Всевышний Поможет Каждому из нас Лично И Всему Миру В целом Все Чтоб Всевышний Услышал ваши молитвы И выполнил Для вашего блага До завтра До завтра Счастливо 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 Счастливо